Добрый вечер. У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. С 1 листопада в Беларуси повысится померы допомоги на детей во взросле до 3 годов. Завершается термин оплаты податку на социальное утроманство. Уступила усилу новая редакция «Закона об занятости насильництва Беларуси». И наприконцы программы – знакомство с ценами на осадовину и огороднину на рынках Гомеля. А зараза об этих и инших новинах больше подробязна. С 1 листопада в Беларуси повысится померы допомоги на детей во взросле до 3 годов. Ины повеличатся в среднем на 34% в зависимости от количества детей у семьи. Нагадаю, такие выплаты переглядаются раз в квартал и залежат от среднемесячной зарплаты за попередние 3 месяцы. Як вядомо, опошний раз яны узрастали у жнивне. Якими будуть суммы выплат у ближайшие 3 месяцы – глядите у наступной таблицы. А кроме того, с 1 листопада в Беларуси вырасте и бюджет прожиточного минимумом. А для его величинина промою залежат суммы одноразовых выплат у сумвязи с народжением детей. Протягиваем выпуск. У Гомеля отзначено снижение поступления податков у бюджет от приватных кафе и ресторанов. У абсолютных личбах областные центры займают другое место в Украине по померы выручки. Але по темпах росту товара обороту стал опошним. Гэту информацию подтвердили уголовным управлением антимонопольного регулирования и гандлю Гомельского облыва Конкама. Тут означает, что снижение финансовых господарших показчиков выкликано не только объективными причинами. Некоторые предпринимальники наумыслно занижают выручку при составлении справоздачности для податковых инспекторов. В вынику мониторинга высветлилось, что реальный помер дохода перевышает отзначенный у документации на 160-310%. Как бы мы не совершенствовали налоговое законодательство, без какой-то действенной системы контроля, конечно, оно, к сожалению, не соблюдается. Поэтому налоговыми органами уделяется большое внимание таким фактам, как факты сокрытия выручки, нарушение порядка приема наличных денежных средств, использование кассовых суммирующих аппаратов и платежных терминалов. Анализ нарушений, выявляемых нами, показывает, что, к сожалению, чаще всего нарушениями такими страдают субъекты хозяйствования, у которых есть наличный денежный оборот. Это общественное питание в том числе. Для предотвращения фактов таких нарушений мы, конечно, используем все возможные различные формы и методы налогового контроля. Одной из таких форм является мониторинг, который носит более профилактический характер. За этот год налоговыми инспекциями Гомельской области было проведено более 100 мониторингов общественного питания. И в 50% случаев было установлено в дни проведения мониторингов увеличение выручки получаемым субъектам. Таким субъектам были направлены рекомендации, требованиям устранить выявленные нарушения. И, конечно, мы очень надеемся, что в дальнейшем эти субъекты станут отражать выручку в полном объеме, уплачивать налоги в бюджет и не будут вынуждать налоговиков в дальнейшем применять меры административной ответственности в виде штрафов от 2 до 50 базовых величин. Все лето податковые инспекции Гомельской области провели свыше 100 мониторингов объектов громадского харчевания. У полови выпадка установили повеличение выручки в дни проверок. Это значит, что у инши часы объемы выручки штучно снижалися. Порушальники отримали рекомендации с потребованием ликвидовать порушение и удалейшим отлюстроить соправдный помер выручки. У инши выпадку можно отримать штраф, який складает от 2 до 50 базовых величин. Я хотела бы сказать еще, отметить, что такое, казалось бы, незначительное нарушение, как непробитие или невыдача кассового чека, на самом деле несет серьезные в дальнейшем последствия. Это сокрытие выручки субъектом и, как результат, недополучение налогов в бюджет. ПОДАТКОВЫЙ ИНСПЕКЦИИ Бозу леком того, что такая база складается у першыню, могут быть помылки. Специалисты просить отнестися до этого с разумением. Дарыши, те, кто сами признались себе платежниками и добрахвотно загаде оплатили податок, отримали скидку. И она будет денежать и в наступном годе при взвороте у податковую инспекцию до конца мая. Дарыши, сумма податку за минулый год складает 360 рублев. За это увеличится до 420. Кали податок не оплатить, то будут променяться меры администрационного узденья. У померы от 2 до 4 базовых величин. Альбо арышт. Материалы накируют у суд. И сбор будет утримливаться у промысовым парадку. У нас действует зачетный метод. Те налоги, которые были уплачены, подоходный налог, единый налог, они идут в зачет. То есть сумма сбора уменьшается на сумму уплаченных налогов. То есть если я до этого уплатил в течение месяца 2-3, то есть до 183 дней. Какую-то сумму, допустим, в 5 миллионов, а здесь мне причитается 3-600, то есть я потенциально не буду платить. Да, я попал в этот перечень, но у меня все пошло в зачет. То есть я заплатил намного больше, чем 3-600, следовательно, я не буду ничего доплачивать. До речи, на этом тыдне уступила усилу новая редакция закона об занятости насильництва Беларуси. Она накирована на развитие и поддержку высокой мотивации беспрацовных и активного пошуку працы. Узмацнение отказности такой категории граждан и наймальников за поддержку законодательства об занятости насильництва. Новации тучатся не только соискальников и наймальников, но и службы занятости. Что до обовязка у беспрацовных, то яны павинны самостоянно шукать працу, з'являться на перамовы с наймальникам на протягу двух дён, з дня выдачи отповедных анекирования. Удвоя скороченный максимальный термин знаходження на улику у службе занятости с 36 до 18 месяцев. Сирот иншых нововведеньев – предоставление беспрацовным права на сайденье державы у набыти в опыту практичной работы у адповедности затрыманной профессии. Гэта дазволить повысить конкурентоздольность и удалейшим повеличить шансы на працуладкование. Такое право буде распаусюджываться и на женщин-маті, які протяглый час не працавали у сувязи с доглядом дитяти в возрасте до трох годов. Протягиваем выпуск. А зараз як заусёды наш мониторных цен на центральным і прутковскім рынках. Бульба на гэтым тыдні крыху патаннела, каштое 25 копеек за килограмм, адборная – по 50, морква – от 33 до 70 копеек, бураки – от 40 до 70, перац – от рубля до 2,5. Подаражали огурки, на гэтым тыдні яны – по 2 рубли, помидоры – от 1,5, а мальда – 3 рублёв, рецька – 1,5, фасоля – 3 рублі 60 копеек. Имбір на центральному рынку – свыше 5 рублёв за килограмм, гарбуз – от 70 копеек, каліна – по рублю 40. Цена на яблоки вагаецца – от 86 копеек до рубля 70. Цены на гэту і іншую садовіною агородніну – у таблицы. Цена на гэтым у мене ўсё. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдзе у эфір «Прастыдень». До сустрэчы! Редактор субтитров А.Семкин